Я рада вас приветствовать на моем канале. 22 апреля, 9 апреля по старому стилю отмечается День Вадима, Вадим Ключник. Согласно церковному календарю, в эту дату вспоминают великомученика Вадима и святого ее психия. В народе по народному календарю на апрель 22 числа празднуют Вадима Ключника, поскольку сегодня было принято ходить к родникам и ключам для того, чтобы почистить их. Считается, что вода в этот праздник становится целебной и волшебной. Также приметы на 22 апреля говорят о том, что категорически нельзя делать в этот праздник. Считается, что в этот светлый праздник вся вода становится особенной, поэтому люди старались ее пить. Считалось, что если нашептать что-то в воде, то она то и понесет туда, куда прольется. Сейчас это называется биопрограммированием. Особо почиталась ключевая, родниковая вода из живого источника. Приметы на 22 апреля говорят, что если сегодня попить воды из родника, то она исцелит болезни и защитит от хвори в будущем. Особенно большой будет сила воды, если перед тем, как ее выпить, над водой нашептать свою просьбу о крепком здоровье. Незамужние девушки сегодня умываются ключевой водой. Приметы говорят, что если так сделать, то выйдешь замуж в течение этого года. А еще вода сегодня исполняет желание. Нужно родниковую воду набрать в ладони, прошептать в нее свое заветное желание, закончив фразой «да будет так», а потом выпить эту воду. Приметы говорят, что желание скоро сбудется. Традиционно крестьяне именно в этот день ходили к водоемам и читали над водой заговоры, чтобы она не сохла, но и не разливалась обильно, затапливая посевы. Набранная в этот день вода в любом природном источнике считалась целебной, поэтому ее давали пить всем членам семьи натощак. Как только проснутся и натощак в течение дня. Верили, что такой ритуал не только защитит, но и избавит от многих недугов. Женщины водицу, взятую из родника в день Вадима Ключника, хранили в отдельной посуде и использовали для омоложения, ежедневно умываясь ею. По поверьям, эта целебная вода могла избавить от различных кожных недугов, если на нее предварительно начитать девять раз «Отче наш» и применять перед сном. Если в доме был лежачий больной, в этот день его одежду и постель стирали в воде, набранной в роднике. Стараясь поскорее высушить ее, чтобы уже сегодня занедужившего переодеть и положить на чистое белье. Тогда очень скоро он шел на поправку. Также в день Вадима Ключника с помощью воды предсказывали судьбу заболевших людей. Для этого шли молча к водоему, придя, оборачивались на все стороны света и приговаривали, думая о дорогом человеке, живое или мертвое. После смотрели, какая вода в источнике, если чистая и прозрачная, значит человек скоро выздоровеет и будет жить долго, уже без серьезных болезней. Если же вода шумная и беспокойная, это была примета к тому, что больной будет очень тяжело болеть и, возможно, вскоре умрет. 22 апреля было принято отмечать и ляльник – праздник славянской богини Лели, которая символизирует весну, девичью любовь и красоту. Этот праздник пришел еще с древнейших времен, а потому сохранилась и особенная традиция его празднования. На самом высоком холме ставили специальную скамью, украшенную красивой материей. На нее сажали очень красивую девушку, ее выбирали всей деревней. Она олицетворяла богиню Лелю. Ее окружали праздничными венками, а по бокам скамейки клали дары – фрукты, мед, сыр, орехи, колбасу, пряники. Вокруг девушки начинали хороводить и петь обрядовые песни. После собранные дары раздавали нуждающимся. 22 апреля на Вадима Ключника было принято проводить обряды и ритуалы, читать заговоры на красоту и привлекательность. Проводили такой ритуал, чтобы не было морщин. Для этого брали зверобой, мяту, шалфей, ягоды можжевельника и все перемешивали. Затем кипятили воду, набранную из родника, и говорили такие слова. «Водица в земле текущая, в огне согретая, возраст мой с лица сотри, морщинки удали. Подари мне молодость былую, а кожу сделай упругою. Аминь». Заливали ею травы. Полученным настоем каждый вечер протирали лицо. Родниковая вода сегодня целебная, а потому умывание водой из источника исцеляет от всех болезней. Приметы говорят, что воды в источниках сегодня небесные, а значит и исполняют желание. Считается, что сны в ночь на 22 апреля вещи избываются через 40 дней. Незамужние девушки могут в родниковой воде увидеть лицо своего суженого. Считается, что нельзя делать 22 апреля в день Вадима Ключника бесполезные подарки. Согласно примете, дарящий может оказаться в ситуации, когда его умения и знания будут невостребованными и бесполезными. Поэтому сегодня лучше дарить практичные вещи. Запрещается в этот день лгать и предавать. Святой может сильно наказать за это, лишив обманщика разума. Сегодня рекомендуется молиться об укреплении веры и обретении уверенности в себе и в своих силах. В день Вадима Ключника нельзя думать о негативе, желать кому-либо зла и завидовать. Можно подхватить весеннюю лихорадку, которая намного коварнее зимней. Не только укладывает надолго в постель, но и портит внешность сильными кожными высыпаниями. Сегодня нельзя спать до полудня. Можно свое счастье и удачу проспать, которые сегодня стучатся в каждой двери. Главное успеть их запустить в свой дом. Не стоит в день Вадима подметать пол веником. Из дома выметутся здоровье и материальное благополучие. Сегодня нельзя стричь и красить волосы. Можно навлечь на свою голову большие проблемы, с которыми справиться будет очень тяжело. Запрещено в этот день разливать воду. Пролитая сегодня она привлекает в дом неудачи и горести. Если же все-таки такой казус произошел, надо тут же собрать водичку чистой белой тканью и дать высохнуть на ветру. Тогда все неприятности выветрятся. Не нужно в день Вадима класть на стол дырявую скатерть, даже если на ней маленькая прореха. По примете она может притянуть в дом бедность и голод. Запрещено в этот день планировать крупные покупки. Они быстро придут в непригодность. Особенно это касается бытовой техники и мебели. Ни в коем случае нельзя, чтобы в этот день в холодильнике было пусто, иначе придется жить в проголодь еще 40 дней. Чтобы в доме был достаток и всегда водились деньги, очень важно, чтобы холодильник в день Вадима был заполнен. В нем обязательно были самые разнообразные молочные продукты. В этот день считают особый заговор на богатство, на воду. Для этого возьми любую монету, отправляйся к источнику, брось с него монету и скажи такие слова. Как вода омывает злато-серебро и обогащается, так и мои карманы злотниками да серебряниками наполняются. Как вода приносит жизнь в каждую травицу, так и деньги у меня умножаются старицей. Как сказано, так и сделано. Аминь. Если одуванчик зацвел, примета, что весна уже никуда не уйдет. Ветреный дождливый день сулит урожайный год. Если в течение дня погода несколько раз менялась, по примете ожидается сухое лето. Обилие березового сока – примета влажного и прохладного лета. Считается, что рожденные в этот день люди-лидеры. Окружающие в них верят и прислушиваются к их мнению. Я желаю вам счастья, здоровья и благополучия. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новое видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!